Добрый день, уважаемые коллеги! Это обзор инковод-компании Типмил и сам я, Артур Изятулин. Немецкая экономика, ведущая для меня в долгосостоянии еврозоны, вернулась к росту в первом квартале за счет увеличения потребительских расходов и восстановления темпов строительства. Однако власти предупредили, что прогноз дальнейшей экспансии может быть омрачен усилением торгового конфликта. Германия оказалась на грани технической рецессии в конце, во втором полугодии 2017 года, когда за третий и четвертый квартал квартальный прирост ВП соответственно составил отрицательное значение, минус 0,2%. И нулевое значение. Но затем, как можно видеть, в первом квартале нынешнего года экономика начала восстанавливаться. Значительно увеличились потребительские расходы в первом квартале, инвестиции в основной капитал, в строительные отрасли, прежде всего, и промышленности. Государственные расходы, наоборот, сократились. Данные по экспорту и импорту не позволили сделать однозначный вывод о влиянии торгового конфликта на немецкую экономику. Как экспорт, так и импорт выросли по сравнению с прошлым кварталом. Правительство в своем недавнем отчете значительно урезало прогноз роста на 2019 год до 0,5%. Я напомню, что в 2017 и в 2016 году немецкий выпуск вырос на 2,2% и 1,4% соответственно. А статистика по китайской экономике вышла сегодня, вышла за апрель. И она оказалась исключительно слабой, еще раз подчеркнув необходимость рассматривать данные динамики и наметнула на то, что мартовские показатели, хорошие показатели могли стать выбросом, могли как-то выбиваться из тренда. А апрельские дожди смыли мартовский оптимизм, когда произошел отскок в активности в промышленном секторе, а также некоторое улучшение испытало внешняя торговля. Как будет показано дальше, мартовский проблеск надежды мог быть обманчивым. Капитальные вложения объемы промышленного производства, розничные продажи значительно замедлили темпы роста в апреле. Правительство сейчас делает ставку на субсидирование строительства жилья и инфраструктурные проекты, что резко выделяет рост инвестиций на жилье, этот показатель, из основных экономических показателей. В апреле в годовом выражении этот показатель увеличился почти на 12% и опередив рост в марте. Темпы роста остаются довольно стабильными за счет как раз-таки этих госгарантий. Что касается данных за март, то они могли завысить перспективы восстановления экономики благодаря двум причинам. Во-первых, это снижение МДС, которое вступило в силу 1 апреля. Экспортеры могли ускорить отгрузки товаров, чтобы получить повышенный налоговый вычет. За этим могло дополнительно последовать конденсаторное снижение в апреле, что и отразилось на тех данных, которые мы увидели сегодня. Также второй причиной мог стать трюк статистики. Измеряя годовое изменение данных за март, следует помнить, что лунный новый год в 2017 году сильнее отразился на марте прошлого года, чем лунный новый год в этом году на марте нынешнего года. И, соответственно, когда мы измеряем рост в годовом выражении, то есть измерение в марте по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году, то можно видеть, что именно из-за славы марта в прошлом году в этом марте произошел более сильный рост отразился в цифрах. Основной акцент в инвестициях переместился в жилье, так как норма доходности вложений в расширение производства упала, а риски, соответственно, выросли. И, естественно, вопрос, где предел хладнокровия китайского правительства, сколько еще они смогут терпеть сильное замедление по всем ключевым параметрам экономики, и как долго они еще будут пытаться верить в то, что темпы роста строительства, недвижимости, инфраструктурные проекты могут спасти их в торговом не США. На сегодня на все. Спасибо за ваше внимание. Увидимся с вами в пятницу.